всем привет небольшой обзорчик такой 2-годиновой магнитолы китайская обычная магнитола вот такая у нее модель 7010 b в принципе чем отличается от других таких же моделей это ничем в принципе не отличается все 2-годиновые магнитолы вот такого интерфейса с простыми кнопками то есть крутилка звука обычная радио магнитола которая что 1-годиновая что 2-годиновая только это есть возможность смотреть видео и подключить камеру заднего входа запитывает цена от обычного его разъема вот такие вот штучки называется евро разъем как правило с большинстве машин он такой уже как бы есть в крайнем случае если даже у вас не евро разъем вот со всеми магнитолами идут два таких штекера которые позволяют переключить провода на евро разъем то есть из функции тут радио возможность подключить bluetooth возможность посмотреть видео через флешку то есть в ней нет интернета в ней нет навигации и еще одна функция которая здесь доступна еще одна функция которая здесь доступна это вот это вот phone link или mirror link подключение к телефону через шнур то есть транслируется на экран магнитолы то что воспроизводится на телефоне функция иногда конечно полезно но если вы хотите что-то там через телефон допустим какой-нибудь видео с youtube посмотреть на магнитоле вот делается вот через это приложение для этого на телефон скачивается такое же приложение для соединения коннектится через шнур и передается видео но при этом звук не передается звук можно настроить передачу через bluetooth и соответственно у вас будет видео и звук как это подробнее сделать тут будет небольшая ссылочка на видео в котором я это настраивал специально делал обзор функции вот этой mirror link то есть принципе магнитола рабочая лошадка единственное кто от нее отличается это казахстанский пионер наверное видели такой в пределах цены 3000 магнитола на ней вот здесь вот не такой вот рисунок а написано там пионер и можно увидеть приставочку пионер . гб пионер . ок ну и в таком подробном роде конечно ничего общего к настоящему пионеру они не имеют даже по цене 3000 пионера не продаст вам даже микросхему какую-нибудь то есть минимальная цена магнитола пионера простое 1 1 это там восемь тысяч 9 тысяч рублей и соответственно то что продают вот эти вот все вода пионеры это такая же китайская магнитола но у них более слабая микросхема звука у других магнитола я не встречала вот именно у пионеров казахстанских почему я говорю не казахстанские потому что их сюда в россии везут из казахстана сначала из китая везут в казахстан а потом из казахстана уже везут в россию если мне не верите можете найти видео в сети в городе киров контрафакт принимали в общем эту эти пионеры какой-то магазин полностью конфисковали и увезли то есть прокуратура там уголовное дело вела чем закончилось не знаю но суть в том что в городе киров уже такой один магазин по контрафакту принимали это вот единственные магнитолы которые отличаются а все остальные магнитолы абсолютно одинаковые там плюс 100 рублей минус 200 рублей разницы в них абсолютно вообще нет там жалуются с порой что-то месяц проработает выйдет из строя дисплей ну честно скажу дисплей сам по себе строя не выходит либо в машине влажность допустим какая-то либо ее ударили либо тряхнула где-то то есть магнитола обычная слабенькая также реагирует на удары на встряхивание а если ее не напрягать то работает обычно в обычном режиме годами если ее ничем не ударять просто работает и все выход у нее примерно по 40 45 ватт у всех по-разному то есть ну вот написано 60 на самом деле тут 45 и все в принципе они все остальные одинаковые прошивка одинаковые вот эти меню одинаковое все абсолютно одинаковое то есть не навигация не интернет ничего в них нет если он какой-то продает будет рассказывать она лучше там не лучше фигня это все ничего не лучше есть так вот пионер у которых звук тихий если на чем отличается это звук тихий прошивка примерно такая же просто по звуку они не дотягивают прямо реально вот люди приезжали говорят шепчут то есть после их установки магнитола шепчет но это это как бы голословно сам я пока еще не проверял не подтверждал но я думаю что человек который только что приехал с того места где ему устанавливать пионер не будет сам на себя наговаривать и покупать заново магнитолу потому что его не устроил звук при покупке магнитол также обращаю внимание они возврату не подлежат то есть даже если вы купили пионер иван вас они устраивают по звуку вы его не сможете вернуть можете посмотреть там российское законодательство действительно магнитола является сложным устройством и обмену и возврату не подлежит она подлежит возврату только в том случае если был выявлен какой-то дефект который намеренно пытались от вас скрыть но тихий звук таким дефектом не является поэтому ну рекомендую покупать любые магнитолы вот такого формата кроме пионера не обязательно там у меня хоть где покупайте они все одинаковые вот модель 7010 могут написать это 7018 эти 70 там 20 ну в общем все они одинаковые отличаются они только звуковой микросхемой у кого-то 40 вот у кого-то 45 но его пионера там не знаю сколько не замерял говорят что очень тихо